11 сентября 2024 года на ежегодном Джеймс Вэлли Трэшинг Шоу в Южной Дакоте 150-сильный паровой трактор Кейс установил мировой рекорд, потянув за собой 50-корпусный плуг Джон Дир. Кейс 150 был занесен в Книгу рекордов Гиннеса еще в 2018 году, как самый крупный действующий паровой трактор в мире. Друзья, всем привет! Сегодня познакомимся с компанией Кейс и ее паровым трактором Кейс 150 HP. Компания Кейс берет свое начало в 1842 году, когда молодой фермер и изобретатель Джером Инкрис Кейс основал в городе Росин, штат Висконсинс, небольшое предприятие по производству молотильных машин. Вдохновленный желанием облегчить труд фермеров, Кейс не только досконально изучил существующие молотилки, но и улучшил их конструкцию. Первые шесть машин Кейс построил в кредит, и так как его молотилки более эффективно отделяли зерно, местные фермеры их быстро раскупили. В 1850-60-х годах компания активно развивалась, совершенствуя не только молотилки, но и источники их привода. Постепенно стало ясно, что для увеличения производительности нужны более мощные и надежные двигатели, чем существующие на тот момент. Именно тогда Кейс начала экспериментировать с паровыми машинами. В 1869 году компания выпустила первый паровой двигатель Кейс на колесах. Он использовался для привода не только молотилок, но и других механизмов, например, пилорам и насосов для орошения полей. Ключевым стал 1876 год. Именно тогда Кейс построила первую самоходную тяговую паровую машину. Теперь она могла не только приводить в действие стационарные механизмы, но и самостоятельно передвигаться по полю, буксируя за собой сельскохозяйственные орудия. Правда, на первых парах для управления этим гигантом все равно использовали лошадей. Их запрягали в конструкцию, чтобы поворачивать переднюю ось. К концу 19 века компания Кейс стала одним из крупнейших производителей паровых двигателей для сельского хозяйства. Продукция фирмы пользовалась спросом не только в США, но и за рубежом. В этот период Кейс активно совершенствовала свои самоходные паровые машины, увеличивая их мощность и надежность. Это привело к созданию серии знаменитых паровых тракторов, вершиной развития которых стал Кейс 150, получивший название «Роуд Локомотив». С 1905 по 1907 год компания Кейс построила 9 таких тракторов. Кейс 150 «Роуд Локомотив» был размером с небольшой дом. Длина 7,6 метра, ширина 4,2 метра и высота 3,6 метра. Он мог перевозить с собой до 3 тонн угля и 2460 литров воды, обеспечивающих его работу. При полной загрузке масса трактора достигала 37 тонн. Его паровой двигатель выдавал мощность до 150 лошадиных сил и крутящий момент более 5000 ньютонов на метр. Цилиндр имел диаметр 356 мм и такой же ход поршня. Трактор обладал двухступенчатой трансмиссией. Он двигался со скоростью 4,2 км в час на пониженной передаче и мог развивать скорость до 9,1 км в час на повышенной передаче. Смена диапазона производилась с помощью вспомогательной трансмиссии. На повышенной передаче крутящий момент передавался напрямую от коленчатого вала к промежуточной шестерне трансмиссии. На пониженной муфта отключалась и движение шло через специальный редуктор. Система рулевого управления была оснащена паровым усилителем, который существенно облегчал маневрирование этой массивной машины. Кейс 150 планировали использовать для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов. Но все подобные перевозки того времени уже осуществлялись железнодорожным транспортом и пользоваться услугами тракторов-гигантов никто не спешил. Чтобы инновационные разработки не пропали даром, инженеры и маркетологи Кейс предложили изменить концепцию и адаптировать конструкцию под сельскохозяйственные нужды. Трактор сделали менее громоздким за счет уменьшения паровой установки. Мощность новой версии Кейс составила 110 лошадиных сил. В итоге Кейс 110 стал одним из самых мощных серийных паровых тракторов своего времени, взяв в себе лучшие черты своего старшего собрата, в том числе усилитель рулевого управления. Эти тракторы широко использовались для тяжелой пахоты, буксировки, работы на молотилках, а также на лесопилках. Например, одна лесопилка с Кейс 110 могла распиливать до 21 тысячи кубометров досок за сезон, что эквивалентно примерно 58 кубометрам в день. Что же касается девяти экземпляров Кейс 150 Роуд Локомотив, несмотря на впечатляющую мощность и передовые решения, судьба их оказалась незавидна. Первый образец был направлен в штат Нью-Мексико. Его предполагалось использовать для транспортировки медной руды от месторождения до железнодорожной станции, расположенной в 55 милях. Однако вскоре после начала эксплуатации месторождение было признано нерентабельным, а горнодобывающая компания закрылась. Машина оказалась не нужна и больше не использовалась. Второй трактор был отправлен в штат Канзас, где применялся для вспашки свекольных полей вплоть до 1918 года, после чего был списан и разобран на металлолом. Остальные машины разошлись по штатам Джорджия, Кентукки, Миннесота и Висконсин, но служба их была недолгой, и все они в результате были разобраны. До наших дней дошла лишь одна оригинальная деталь – паровой котел одного из этих тракторов. На этом историю Кейс-150 Роуд Локомотив можно было бы и закончить, но благодаря энтузиастам она получила неожиданное продолжение в 21 веке. В 2007 году бизнесмен Кори Андерсон, услышав рассказы о Кейс-150, заинтересовался этой машиной и начал собирать о ней информацию. Андерсон посетил архивы компании Кейс, где обнаружил, что сохранилось более 90% оригинальных чертежей и технической документации. В течение десятилетия он накапливал необходимые ресурсы и в 2017 году на мощностях литейного цеха «Дакота Фаундри» в городе Вебстер, Южная Дакота, начался процесс изготовления первых компонентов будущей машины. Впервые восстановленный Кейс-150 Роуд Локомотив был представлен публике 7 сентября 2018 года на полевой выставке «Джеймс Уолли Трэшн Шоу» в Андовере, Южная Дакота. Трактор произвел огромное впечатление, продемонстрировав способность тянуть 24-корпусный плуг с шириной захвата 7,2 метра. Для сравнения, современный дизельный трактор той же мощности обычно работает с 6-корпусным плугом. Позднее был установлен новый рекорд. Кейс-150 успешно тянул 36-корпусный плуг «Джон Дир», собранный из трех стандартных плугов. В 2024 году воссозданная машина Кори Андерсона смогла подтянуть 50-корпусный плуг «Джон Дир», для которого потребовалось соединить 5 10-корпусных секций. Интересно, какой современный трактор способен на такое? Кейс-150 Роуд Локомотив стал апогеем в развитии паровой техники и одновременно концом ее эпохи. Возможно, этот проект компании Кейс был слишком амбициозным, но именно такие истории и вдохновляют на новые свершения. А благодаря энтузиастам современности мы с вами можем увидеть эту технику своими глазами. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, ведь впереди еще много интересного. Всем счастья, радости, любви. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова